Всем привет, с вами я Ван Грешник и мы продолжаем играть в Grim Soul. Ну что ж, наконец-то обновление. Обновление, принесшее нам, по-моему, девятый сезон Багряной Охоты, если я не ошибаюсь. И так оно и есть. И помимо этого, локацию. Новую локацию, и как я понял, она временная, временная на время Багряной Охоты. Не знаю, насколько она нова для старых игроков, но так как я ее ни разу не видел, для меня это в новинку. И да, да, теперь с этого обновления, в этом обновлении 5.4.0, теперь будут пропадать тела поверженных тобой противников. В течение трех дней они будут разлагаться, так что, имей это в виду, храня ресурсы, например, на том же, ну, предположим, капище или соседской локации в телах поверженных врагов. Имей это в виду, просто имей это в виду, зная об этом. Ну что ж, давайте перейдем сначала к локации. Что такое вообще? Прямо сейчас при вас первый раз нажимаю и смотрю. Можно найти на локации разные сундуки, смотрите-ка. То есть это, скорее всего, подземелье какое-то. Ну, мы сегодня на трансляции с вами туда сходим. Посмотрим, что это из себя представляет. О, боже, проклятая палец. Очень шикарная вещь. Мы попробовали на недавней трансляции в подземелье истязателей эту палец. Прикольно, мне понравилась. Очень классная, хорошая штука. Шипастый трезубец даже в глаза не видел, отравляет противника. И что самое интересное, здесь есть целый полный чертеж маски чумного доктора. Ну, полностью, то есть чумного сета. А он дает, если мне правильно все помнится, неуязвимость к яду. И тут есть три каких-то уровня. Ну, возможно, опять же, это та же самая подземка. Как же не повезло с заходом в обновление мне, потому что знал бы ты, что было вчера. Лучше даже и не рассказывать, сколько мы потратили вчера в подземелье истязателей. Как вчера сходили вообще, как вчера на гориды сходили. Это была просто жесть. Перейдем к наградам багряной охоты. Наградам, да. Наградам багряной охоты. Ага. К наградам багряной охоты. Я это вырезать не буду. Пусть будет как есть. Из интересного, ну, три шмотки чумного как раз-таки доктора. Тут ты можешь посмотреть, полный иммунитет к яду дает он, полный комплект, да. Единственное, что, опять же, возвращаясь к прошлой багрянке, я своего мнения не поменял. Как говорил, так и буду говорить, что просто шмотки в награде за багрянку. Ну, такое, даже в бесплатном пропуске, потому что эти шмотки, по существу дела, улетят вот в ближайшие соседние локации, если ты не будешь их, например, сохранять куда-нибудь. А на какие-нибудь походы в истязатель или куда-то еще, где много травят и тому подобное. Из донатных наград, смотрите-ка, я уже вижу интересный момент. На четвертом месте короб. Короб на четвертом месте, причем чумного доктора. Очень прикольно, очень классно. Еще, чем отличается эта багряная охота от других предыдущих, которые я застал, здесь самый имбовый чертеж для, наверное, новичка, на мой взгляд. Потому что я вот, ну, все-таки прошел путь новичка, вот буквально только-только, да, и я до сих пор продолжаю идти дальше, вперед. Мы с вами очистили полностью подземелья отрекшихся, идем к истязателям и в истязателях чистимся. И прикол в том, что ты с мяча медленно, но верно переходишь по этапу игры к перначу. Кто-то так и остается на шипастой палец, если убивает там макуеты или все вот эти вот вещи. И для меня сейчас основная оружка это пернач, потому что я могу позволить себе его крафтить в титанических масштабах. Требуется всего лишь 13 меди, требуется кожа, которая кончится, ну, просто я не знаю, что надо делать, чтобы у тебя кончилась кожа. Это физически, мне кажется, невозможным. Ну и вдобавок пружинки. Пружинок я добываю много, потому что лутаю 3 черепа, 2 черепа, сундуки. На стримах мы заходим, лутаем сундуки, с подземелья идут эти пружинки тоже, с рыцарей идут эти пружинки, да. То есть пружинок у меня много, и пернач для меня основная оружка. Я даже перестал делать этот меч, потому что дерево мне куда больше жалко, чем пружинки, потому что дерево идет в обработку. Так вот, в этом пропуске, ну это начальный, кстати, давайте сначала, ладно, окей, дальше покажу. Вот это, что это за сундук, я не знаю. Ну, может быть, кому-то в приколдес мне вот этот сундук особо наград каких-то не дает, ну кроме Святого Петра, естественно. Джамбия, ну, блядь, ну выпадет, ну ладно, но она вам скорее всего не выпадет. Так, так что, так что, окей. Свиток контроля, ну это пройденная тема, это вот такие вот награды, типа горькая настойка, свиток контроля, это, ну, выпадет, окей. Интересный момент, костяной лук, опять же, не знаю зачем, в бесплатной награде нафиг не нужен. И опять донатеры, смотрите, просто уже на девятом месте получают дичайшую имбу, это чертеж царской палицы. Я напоминаю, что в нашей игре такой прикол, что любая внешка к орудию накидывает еще и уроны, то есть твоя палец будет дамажить на 37, посмотри. Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Думал, что это чертёж. Сейчас, наверное, бывало игроки такие сидят, думают, ебать, что ты несёшь. Я подумал, что это к перначу относится. Это, оказывается, к Моргенштерну. Ну, тогда нет. Тогда для меня в этом боевом пропуске в бесплатной части, наверное, нет вообще никаких наград, которые я хотел бы получить. Но фанатам вот этой оружки, конечно, может быть, Моргенштерн и зайдёт. Да, тогда она скалируется не от пернача, а от Моргенштерна. Не знаю, мне тогда оно нахер как бы не надо, потому что, ну, это не самая любимая оружка. Тем, кто фармит титанический привратника, наверное, зайдёт, потому что привратника просто сыпят миллиард Моргенов. И вдобавок из двух черепных локаций в сундуках тоже чуть ли не целые падают. Не так часто, но в целом падают, и окей. Ну, для подземелья отрекшихся, например, пойдёт. Плюс какой-то буст урона, ну и на том спасибо, ладно. И как-то получается резко в бесплатном пропуске для меня ценность-то вся исчезла. Если только на платный переходить, но на платный опять-таки не перейду. Очень щедрый момент заметили подписчики в дискорд-сервисе, да, в сервере у меня. Сказали, что вот сосновая доска, медный слиток, очень щедро. Ну, да, наверное, для тех, кому по нужде, будет вполне себе неплохой наградой. Также идёт элегантный сундук, может, кому-то зайдёт. Медный капкан, вообще не понимаю, к чему здесь лежит, когда можно было бы засунуть. Даже простые капканы, казалось бы, ну, не такое дорогое удовольствие. А простой, даже улучшенный капкан, мне кажется, может сделать, ну, практически любой игрок. Как только открывает себе этот чертёж, проблем каких-либо, если ты формишь подземку, у тебя, ну, вообще не возникнет, мне кажется. Почему простой, непонятно, не ясно. А, вот, нет, всё-таки я... Вот он, вот он, вот он, вот он, нет, всё, всё, забудьте 5 секунд, что я говорил, забудьте. Вот, вот этот сундук имба, вот она, вот она имба, которую я хотел, вот она. Чертёж пернача послушников, вот он, вот он, самый имбовый в этой игре для меня на данный момент вещь. Конечно, шансы вообще минимальные получить в бесплатном пропуске этот чертёж, но всё-таки, может быть, фортанёт, может быть, выпадет и таган тут вот выходит. Да я донатный пропуск даже не рассматриваю, потому что, ну, кто захочет и так дойдёт и заберёт все эти награды. А мы смотрим бесплатный пропуск, это то, что будут делать все гарантированно, даже в пассивном режиме. Поэтому рассмотрим его. Корзина с лютоволчонком, и судя по тому, как она обрамлена, скорее всего, здесь будет обычный, не знаю, может быть, вряд ли они дадут какого-нибудь редкого или что-то подобное. Но вдруг, вдруг дадут. 100 мяса, кстати, вижу, тоже хорошая награда, вполне себе. Моя цель это вот, вот этот вот сундук на 20-м левеле, а если честно, остальные награды для меня крайне пассивные и крайне такие посредственные. Алибарда имба, алибарда имба, это то, что надо, это то, что хорошо, то, что прекрасно, то, что пригодится. Ну и на 35-м левеле, получается, мои награды закончатся... Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, посмотрите, семена овса тоже очень прекрасно, очень чудесно и очень хорошо. Святой Пётр, 44-й левел, но это уже попробуй дайди, как говорится. Ну и дальше уже идут сундуки охотника. Мне не надо, спасибо. Бочонок пороха, вполне неплохо. Трон Завоевателя красиво, кстати, я заполучил, но 49-й левел задротить я желания не имею. Ну и финальная награда, это тоже сундучок с тем же самым перначом, но до 50-го левела без доната. Будешь очень долго фармить, очень долго задротить всё вот это вот дело, и как финальная награда, ну такое себе, ну ладно, окей. К слову, смотрите-ка, роскошный короб у донатеров открылся на 17 человек для хранения. Ну, жалко, какого-нибудь горитского короба туда не засунули, огненного, знаете, который горит, было бы прикольно. Изумрудный сундук, ну и так далее, и так далее, и так далее. Арбалетик, вон, кстати, хороший серп ночного гостя запихали, тоже прикольная. Ну и энергия по базе, заточенный спадон, да, до троечки на 126 урона, тоже прикольно выглядит. Огненная алебарда, очень частый дроп с Горида, с героического Горида, по-моему, в дискорд сервере кидают скриншоты над победой над Горидом. И очень часто замечают там огненную алебарду, падает, мне кажется, чуть ли не каждому второму. И это хорошая награда, но я бы её в бесплатный доступ засунул, нежели в донат накидать. Кошка, кошка, причём уникальная, да, кому, ну вот это, знаете, спорная награда, единственное, что вы можете просто не донатить на кошку отдельно, и получить себе какого-нибудь котёнка уникального, дающего вам офигенную пассивку, если вам повезёт, и будьте счастливы и радостны с улыбкой. То ли ходить с этим котёнком, то ли он у вас так и будет дальше просто жрать еду и ничего вам не принесёт. Ну, это вот такие приколдесы по типу живой сундук, это уже оставим на любителей. Смотри-ка, зажмотили, зажмотили и засунули гарантированный чертёж только один, и то от Моргена, а нет, не от Пернача, и почему-то, не знаю, жаль даже как-то. Ну, а огненные оружки, скорее всего, готовят к следующей хальт, просто накинули как подарочек, типа, вот вам огненный меч и вот вам огненная алебарда. И в целом, ладно, неплохо. Касаемо квестов, ну, тут всё как обычно, изменений нет, а недельные квесты посмотрим, давайте. Имперский обед, императорский, да, восполнение жажды сытости, легко. Создание орудия, легко. Собрано ягод, легко. Урон нанесён царской палец, ну, тоже относительно. Прокажённых убито прокажёнными, это, судя по всему, да, это, ну, с помощью свитков, ты заставляешь сражаться одного противника за себя, и он сливает другого, короче, в этом смысл. Это тоже просто, если у тебя есть свитки. Убито противников из оружия дальнего боя, тоже легко. Открыт финальных сундуков отрекшихся, разумеется, был квест, тоже легко. Уничтожена коконов скверны, это мы не знаем. Колыбель скверны, тоже не знаем. И нанесено урон из скрытности. Осквернённым рыцарем за один день. Вот это прикольно. Но, такое, конечно, такое. Посмотрим, что из себя представляет колыбель, это на трансляции сегодня вот как-то так. Ну, в целом, мнение моё такое. Ну, багряная охота и багряная охота. Новички тут обязательно что-то найдут для себя, безусловно, что-то, что понравилось. А мне понравилась только одна награда, это чертёж пернача с сундука. Который, ну, я вряд ли его выбью, давай уж честно. Потому что шансы, ну, крайне малы. Ну, вдруг повезёт и будет неплохо. Ну, и лютоволчонок, конечно, награда хорошая. Потому что явно, явно понерфлен дроп лютоволчат на локациях трёх черепов. Потому что они не падают не только мне. И мы уже выяснили это, что после введения котят лютоволчата просто стали намного реже появляться на локациях. Формлюя титанически, их просто нет. Так что вполне неплохая награда лютоволчонок. Хотя бы ещё один у меня появится на складе. Но, к сожалению, до уникального качества в этих лютоволчатах смысла не столь много, сколько хотелось бы. Зависит ещё от того, какой навык выпадет. А навык выпадет, скорее всего, обычный. Ничего такого уникального не будет. Ну, и вот эти вот доспехи пустынного охотника может выбить. Может ещё что-то. Ну, всё-таки доспехи не столь важная вещь, сколько оружка, на мой взгляд. А тут уже может и этаган выпасть. Тоже неплохо. Вот как-то так. В целом, пропуск неплохой. Я приметил для себя перначь. Ну, и вот овёс, разве что, так как качаю лошадь и алебарда. Алебарда, лютоволк. Но это такие награды, знаете, это обычные награды. Пойди да выбей из этого разряда. Единственное, что тут реально уникально, это чертёж пернача для меня лично. И вот как бы на этом всё. Всё, с вами был я, Иван Грешник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик. Уважайте в следующих стримах, видеороликах и так далее и тому подобное. Всем пока.